Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как мазок из ануса или мазок из заднего прохода. Многие даже не догадываются, что в анусе могут также жить и даже живут на постоянной основе многие половые инфекции, а другие могут проживать в области заднего прохода в анусе до 7-10 дней. Поэтому в ряде случаев мазок из ануса нужен и необходим, особенно когда был классический половой контакт, реже когда был так называемый римминг или орально-анальный контакт. В этом случае такой мазок обязательно берется и в ряде случаев только в анусе находят определенные инфекции, а в половых органах или во рту не находят. Поэтому никогда не нужно пренебрегать таким мазком и в крайнем случае, чтобы не брать два мазка, не платить за два мазка, иногда пациенты делают таким образом, чтобы в одну пробирочку брались мазки из трех мест, изо рта, из ануса и из половых органов. Это, конечно, не дает представления, откуда конкретно высернута или иная половая инфекция или выявлена, но дает возможность обнаружить их, затратив меньше денег. Какие же мазочки из ануса берутся вообще? Ну, это три типа мазочков. Первый – это мазок на флору, там можно посмотреть гонорею из тех инфекций, которые там видны, можно посмотреть иногда грибок, кандидосу или молочницу и воспалительную реакцию или лейкоциты. Такой мазочек можно сделать очень быстро, в течение 20 минут. Второй мазок – это основной мазок, который выполняется на половые инфекции или ПЦР-анализ. Берется он вот таким вот зондиком, берется в пробирочку, делается в течение одного дня. В принципе, в идеале нужно делать на все половые инфекции такой мазочек, но мы можем подробно разобрать, на какие инфекции нужно делать обязательно. Естественно, это те инфекции, которые могут жить в анусе не на неделю-другую, а на постоянной основе. Что это за инфекция? Это инфекция гонокок или гонорея, это инфекция хламидии, это инфекция полового герпеса, это инфекция цитомегаловируса, это инфекция, вызванная различными вирусами папиллома человека, а также это кандидос или молочница. Вот на эти инфекции нужно в обязательном порядке брать мазок из ануса. И в моей практике было такое, что, например, тот же гонокок обнаруживался у мужчины только из заднего прохода, в то время как изо рта и из полового члена он был отрицательным. То есть, такими мазочками не нужно пренебрегать, тем более, что они достаточно быстро делаются и это не приносит таких дискомфортов, как взятие мазка из полового члена у мужчины. Ну и, наконец, последний мазочек, это мазочек бактериальный. Он больше применяется при различных покраснениях, зуде в области ануса, вызванных нарушениями обычных батерий. Соответственно, берется он опять же вот в такую же длинненькую стерильную проверку со средой и там в течение 5-7 дней выращиваются бактерии, определяются их чувствительность к антибиотикам. Здесь уже речь идет о нарушении бактерий, дисбактериозе, которая может протекать как в глубине заднего прохода, так и наружно, вызывая воспаление. Такой мазок обладает плюсом тем, что он определяет те лекарства, которыми производится лечение, да, те антибиотики, но минусом очень длительным изготовлением до 5-7 дней. Как правило, приходится лечение назначать даже до прихода такого анализа. При необходимости сдача мазка и замуса при любых жалобах, зуде возможности инфицирования половыми инфекциями заднего прохода, обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. Нас принимают опытные врачи, есть возможность сделать любую мазок из заднего прохода, ну и достаточно быстро получить результат, насколько это возможно, достаточно гарантированный точный результат, и затем назначить необходимое лечение при необходимости. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.